Гипермутация антител класса Айдж оказалась повышена у детей-аллергиков. Биология медицина 14-4-28-ФЕВ. 2019 сложность 4.6. Гипермутация антител класса Айдж оказалась повышена у детей-аллергиков. Нилсон Эдал. Science Translational Medicine. 2019 американские исследователи решили проверить как разные факторы влияют на созревание антител в раннем детстве. Оказалось, что частоты соматических гипермутаций во всех классах антител увеличиваются с возрастом и, кроме того, повышены в классах М и ИГД у детей, которые часто болеют инфекционными заболеваниями. Особняком стоят результаты для антител класса Айдж. Частота гипермутации сильно отличалась между детьми и была особенно высока у аллергиков. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Основная силовая клеток неотъемлемых участников приобретенного иммунного ответа заключается в их способности синтезировать специфичный к патогену антитела. Эти антитела несут на себе участки со случайным образом с генерированными аминокислотными последовательностями, разнообразный репертуар которых позволяет организму среагировать практически на любой патоген, в том числе и на такой, с которым иммунитет никогда не встречался. Антитела, несущие на себе один и тот же вариабельный участок, могут принадлежать к пяти разным классам. Антитела Эгд и Эм синтезируются в наивных В-клетках. После встречевой клетки с антегеном, специфичным для вариабельного участка, она начинает активно делиться и может переключиться, а может и нет, на производство антител других классов. Для этого из ДНК, кодирующие антитела вырезаются определенные куски. Положение этих участников определяет то, антитела какого класса будут синтезированы с этой ДНК. Антитела Эгд становятся базовыми участниками вторичного иммунного ответа, Айка защищают наши слизистые от инфекций, а суперсила Айдж – борьба с паразитами. Кроме того, работу последнего связывают с появлением аллергических реакций. Смена одних классов антител другими не единственные изменения, сопровождающие активацию В-клетки. При ее делении участок ДНК, ответственный за распознавание антигена начинает мутировать примерно в миллион чаще, чем остальные регионы генома. Эта соматическая гипермутация помогает организму из одной клетки создать целую армию клонов, которые будут более-менее узнавать конкретный патоген, но при этом некоторые из них смогут это делать особенно хорошо благодаря повышенному сродству к антигену из-за новых мутаций. Известно, что вакцинация, болезни и другие факторы влияют на гипермутацию антител. Сандра Нильсон и ее коллеги из Стенфордского университета решили выяснить, как это происходит в раннем детстве на примере 51 ребенка. Исследование основано на сведениях об образе жизни и болезнях детей, а также на секвенировании ДНК антител из образцов крови, собранных на протяжении трех первых лет жизни детей. Все антитела были разделены по классам и для каждого из них ученые посмотрели на частоту гипермутации. Оказалось, что она увеличивается по мере взросления детей для всех классов антител, причем этот тренд заметен как для отдельных детей, так и среди них в целом. Исключение составили антитела АИЧ, частота гипермутаций в которых сильно отличалась между детьми. Дальше авторы статьи посмотрели на то, с чем еще может быть связана повышенная частота мутаций в разных типах антител. В качестве основных факторов связанных с количеством антогенов, попадающих в организм, они рассматривали инфекционные заболевания, частоту дома или аллергические реакции. Оказалось, что дети, у которых гипермутация антител и характерных для наивных В-клеток, идет особенно активно, больше времени проводят болея простудой. В свою очередь, повышенная частота гипермутаций АИЧ, главного специалиста по аллергиям, у исследованных детей оказалась связана с аллергией или экземой. Последняя нарушает прочность кожного покрова, и теоретически может способствовать попаданию излишнего количества патогенов в организм и спровоцировать классическую аллергию. Частоты соматических гипермутаций у детей с аллергиями, экземой и без них. Нилсон Эдалл, Science Translational Medicine Поделиться Еще одна особенность, которую ожидали увидеть авторы, связь между гипермутацией антител и чистотой в доме. Многие новые для себя антигены ребенок собирает с поверхностей, просто взаимодействуя с ними или облизывая грязные пальцы. Поэтому частая уборка или использование бактерицидных моющих средств с триклозаном популярным антимикробным агентом может снизить, по мнению авторов, потенциальное число антигенов, с которыми может познакомиться иммунная система ребенка. Как следствие, исследователи ожидали увидеть пониженную частоту гипермутации антител, которые появляются в ходе формирования иммунного ответа. Оказалось, что частота в доме практически не влияет на количество гипермутаций, а использование триклозан содержащих моющих средств, назначавшиеся семьям случайным образом, дает противоречивые результаты. Гипотеза подтвердилась для АИЧ, но для базового типа антител АИЧ результат оказался противоположным. Результаты Нильсена и ее коллег основаны на небольшой выборке и должны быть подтверждены в дальнейшем на большем объеме данных. Тем не менее, эта работа позволила обнаружить связь между высоким уровнем гипермутации АИЧ в раннем возрасте и аллергическими реакциями и экземой. Относительно недавние исследования показали, что эти два заболевания имеют между собой много общего. Вера Мухина Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова